Уважаемые коллеги, меня зовут Павел Тян, я являюсь руководителем онкологического направления компании Advanced Clinical. Сегодня мы поговорим о том, какое место в планировании клинических исследований молодыми инновационными компаниями, а также биотехнологическими компаниями среднего бизнеса, занимают страны Восточной Европы и СНГ. В чем отличие этих компаний от традиционных фармацевтических компаний, и каким образом можно увеличить поток исследований, спонсируемых подобными компаниями, и почему это может быть интересным исследовательским центром. Буквально несколько слов о моей компании исключительно для того, чтобы вам было понятно, почему я говорю сегодня о малых и средних биотехнологических компаниях. Advanced Clinical – это, если я не ошибаюсь, единственная частная контрактно-исследовательская организация среднего бизнеса, единственным владельцем которой является мистер Лео Шеридан, в настоящее время занимающий пост председателя Совета директоров American Staffing Association. Компания достаточно хорошо известна в США, в частности в Чикаго, где находится ее головной офис, и последние несколько лет компания активно расширяет свое поле деятельности в Европе. Европейский головной офис находится во Франкфурте. Основной бизнес-фокус компании – это развивающиеся и средние биотехнологические компании, поэтому накопленный опыт работы именно с такими компаниями в качестве клиентов позволяет увидеть определенные закономерности, с которыми я с удовольствием поделюсь сегодня с вами. Преобладающее количество исследований, на которые мы работаем, это исследования в области онкологии и редких заболеваний. Вообще, по моему личному опыту, компании среднего бизнеса – это самые динамичные и гибкие компании на рынке с очень выраженным клиентоориентированным подходом и работой с эксклюзивными клиентами, которые, по причинам, которые я упомянул немного позже, зачастую выпадают из поля зрения крупных контрактов исследовательских организаций. Компании среднего бизнеса находятся в постоянном поиске новых возможностей для сотрудничества и ведения бизнеса, и, как подтверждение этому, даже на данном форуме, как вы можете видеть, присутствуют как раз представители СРО из этого бизнес-сегмента. Итак, если посмотреть на количество исследований с активным набором пациентов по миру, то можно увидеть, что по-прежнему лидирующие позиции по количеству проводимых исследований занимают США и страны Западной Европы. Последние годы к лидерам подтягивается и Китай, где на сегодняшний день проводится уже достаточно большой объем клинических исследований. Потенциал России и стран СНГ с точки зрения клинических исследований все еще, на мой взгляд, не раскрыт, и пока в этих странах проводятся исследования даже меньше, чем в относительно небольшой Швейцарии. Но сказать, что у спонсоров клинических исследований нет интереса к этому региону, а именно страны Восточной Европы и СНГ, все же нельзя. Наоборот, в последнее время мы все чаще и чаще обсуждаем с клиентами открытие центров в восточноевропейских странах, а некоторые компании именно специально даже запрашивают поддержку исследований в Восточной Европе. Происходит это по ряду причин, включая такие причины, как маркетинговый интерес в этих странах или же прошлый положительный опыт. Тем не менее, присутствие развивающихся молодых инновационных компаний и компаний среднего бизнеса, доля которых на рынке клинических исследований достаточно высока, можно встретить все еще довольно редко в этих регионах. Для того, чтобы понять, почему это происходит, давайте посмотрим на особенности этих компаний. Очень часто малые инновационные компании представляют собой небольшую группу ученых, занимающихся экспериментальной или трансляционной медициной. Бизнес-директоров и менеджеров, поддерживаемых финансовыми фондами. Именно такие компании имеют довольно ограниченный опыт в проведении клинических исследований и нуждаются в поддержке во всех сферах, начиная от разработки дизайна исследований и подбора стран, заканчивая написанием отчета по исследованию и подачей результатов исследования на одобрение в регуляторные органы. Некоторые компании, обладая достаточно сильной внутренней медицинской командой, не имеют достаточных операционных ресурсов, биостатистики или дейта-менеджмента. Существенная часть таких компаний имеет ограниченный опыт проведения исследований, но исключительно в таких странах, как США, Германия, Великобритания. Как правило, компании малого и среднего бизнеса имеют всего лишь несколько, а очень часто и единственный препарат в пайплайне. Соответственно, их бизнес-риски гораздо выше, чем у фармацевтических гигантов, работающих над нескольким десятком препаратов одновременно, и где провал одной молекулы существенно не повлияет на финансовую стабильность компании. У малых компаний с одним препаратом негативные результаты исследования могут привести к полному прекращению деятельности компании. Такие случаи мы, к сожалению, тоже видели. Основной фокус таких компаний – это исследования первой и второй фазы. Это исследование достаточно быстрое, не такие ресурсозатратные, как исследования третьей фазы. Но в то же время на основании данных исследований второй фазы уже возможно получить одобрение регуляторных органов, что мы неоднократно видели в последние годы. Как минимум, на этом этапе разработки уже можно получить предварительные данные об эффективности препарата. И вариантами дальнейшей стратегии малых компаний является или проведение масштабного исследования в сотрудничестве с другими компаниями, или продажа препарата другой компании для дальнейшей разработки. Определенные сложности в проведении клинических исследований для малых и средних компаний составляет конкуренция с большими фарматистическими корпорациями, в которых могут быть заключены, например, партнерские соглашения с ведущими центрами клинических исследований или с крупными контрактными исследовательскими организациями, и чьи исследования идут в приоритете как в центрах, так и в СРО. Тем не менее, практически всегда исследования и разрабатываемые малыми и средними компаниями вызывают очень сильный научный интерес, так как это, как правило, самые инновационные методы противораковой терапии. Это и противораковые антитела, и биоинженерия, прецизионная медицина, биотриспецифические антитела. Поэтому, когда, например, вам присылают на оценку протокол от фирмы название, которое вы никогда не слышали, не спешите с ответом. Я настоятельно вам рекомендую изучить документы и только потом делать вывод о том, хотите вы участвовать в исследовании от этой компании или нет. Итак, мы с вами обсудили, с какими проблемами могут столкнуться малые и средние компании. Теперь давайте посмотрим, какие пути решения они рассматривают. В первую очередь, это длительность исследований и как можно ранее выявление доказательств или эффективности, или неэффективности препарата, чтобы принять решение о том, стоит ли продолжать инвестировать в ее разработку или нет. Второй основной компонент стратегии – это снижение затрат на проведение самого исследования. Как этого можно добиться? Ну, например, с помощью правильно разработанного дизайна исследования, рассчитанного именно на данный препарат с определенным механизмом действия или на данную комбинацию препаратов и выбор правильных конечных точек. Также, что мы наблюдаем очень часто в последнее время в выборе вендора для проведения своего клинического исследования, малые и средние компании больше обращаются к СРО подобные уже размеры и структуры, чем к большим глобальным контрактам исследовательским организациям. Наиболее частный аргумент, который мы слышим, помимо цены, это или опасение того, что большими СРО не будет уделено должному вниманию исследования от малых компаний, так как все свои лучшие ресурсы такие компании используют в исследованиях больших фармацевтических фирм, или уже имеющийся негативный опыт такого плана. В последнее время мы все чаще получаем запрос на так называемый «rescue study», когда исследование перенимается у большой контрактной исследовательской организации в связи с неудовлетворительным качеством проведения исследования, по мнению спонсора. Подобный же аргумент, а именно загруженность клинических исследований традиционных исследовательских центров США и Западной Европы определяет и открытость компании к рассмотрению альтернативных локаций для проведения своих клинических исследований при условии гарантии качества данных. Дополнительные аргументы в пользу расширения географии клинических исследований это доступ к большему количеству пациентов с требуемыми критериями включения, а также отсутствие конкурентного набора со стороны других исследований за требуемых пациентов. Часть этих необходимых элементов стратегии успешного проведения исследования малые и средние компании как раз могут найти в центрах Восточной Европы и СНГ. Итак, что может и уже привлекает малые и средние компании в Восточной Европе и СНГ? Это, во-первых, качество данных сопоставимое, а порой и выше, чем в центрах Западной Европы. Относительно низкая стоимость проведения исследования. Отсутствие большого количества конкурентных исследований. Доступ к достаточному количеству необходимых пациентов, позволяющие поддержать ожидаемый темп набора на протяжении всего исследования. Конечно же, мотивация исследователей. В то же время, в отличие от крупных фармкомпаний, которые уже имеют многолетний опыт работы в этих регионах, а также даже региональные представительства во многих странах, для подавляющего большинства малых и средних компаний это все еще неизведанные территории. Большинства из них нет, собственно, опыта проведения клинических исследований в центрах Восточной Европы. Практически нет никакой информации о специфике центров, наличии пациентов, доступности стандартной терапии в регионе и так далее. Особенно на английском языке. Конечно, существуют различные аналитические ресурсы, типа Сайтлайн, например, которые могут предоставить определенную информацию о исследовательских центрах компании-спонсору. Но такие ресурсы, типа Сайтлайн, все равно не раскрывают специфики отдельных центров. И тогда как такие крупные исследовательские центры, как Институт онкологии имени Петрова, например, достаточно хорошо известны многим, то информации по региональным центрам фактически нет. Эти центры просто не видны даже компаниям. Отсутствие детальной информации по исследовательским центрам в сочетании с относительно низким объемом проводимых клинических исследований также может поднять вопросы о достаточном опыте исследований для проведения клинических исследований от малых компаний, а также о достаточных ресурсах центров для проведения исследований. Определенные риски также могут возникать со стороны регуляторных или организационных особенностей в разных странах СНГ и Восточной Европы Но это лежит вне темы данной презентации, так как ни мы, ни центры серьезно повлиять на это не можем Итак, учитывая все вышесказанное, какие шаги может предпринять исследовательский центр, чтобы привлечь больше исследований от малых и средних компаний? Одним из ключевых шагов является создание исследовательской команды из штатных или внештатных сотрудников Как я уже отмечал выше, вопрос ресурса для исследования и внимания к исследованию и качеству данных ключевой для малых и средних компаний, разрабатывающих один или всего лишь несколько препаратов Активный, я хочу подчеркнуть это слово, выход на рынок клинических исследований В современном мире с такими огромными информационными потоками просто быть готовым к проведению клинических исследований недостаточно На сайтах многих контрактных исследовательских организаций и биотехнологических и фармацевтических компаний есть возможность заявить о себе как об исследователе На слайде сейчас вы видите, как это реализовано в нашей компании То есть есть определенная ссылка, куда исследователь может кликнуть и ввести свои данные, и соответственно его данные попадают в нашу базу данных И такой активный поиск исследований, вдобавок ко всему, он может послужить очень позитивным знаком для компании и спонсора и увеличит шансы того, что на этот центр будет опрещено внимание Также посещая научные симпозиумы, такие как данный онкологический форум, АСКО, ЭСМО Уделите немного времени визиту к стойкам биотехнологических компаний Пообщайтесь с представителями, обменяйтесь контактами, куда вы позже сможете отправить презентацию своего центра По моему личному опыту такие персональные контакты очень часто приводят к довольно интересному сотрудничеству Также, когда вы получаете так называемую префезибилити или фезибилити опросники Или любую другую корреспонденцию, требующую вашего ответа, особенно на начальных этапах Желательно отвечать своевременно, в течение 24 или 48 часов Иначе компании непонятно, получили вы документы, не получили, проигнорировали, все еще работаете над ними и так далее Если в настоящий же момент действительно нет времени на данный запрос Какой-нибудь небольшой короткий ответ с подтверждением получения и ориентировочными сроками выполнения запроса Будет очень позитивно принят Ну и вообще, компании очень внимательно смотрят на то, как происходит общение с центрами, особенно с новыми центрами Так как хорошая коммуникация – это один из залогов успешного проведения исследования Ну и, конечно же, исследования, инсценируемые исследователем, как правило, очень хорошо принимаются заинтересованными компаниями Предоставление подробной и ключевой информации о центре – один из самых эффективных способов раскрыть все возможности центра компании-спонсору Небольшие презентации на английском языке, рассказывающие о структуре центра, о пациентах, опыте в исследованиях, научных интересах и так далее Представляют исключительно важную информацию и формируют позитивный имидж центра как базы для клинических исследований В качестве одного из последних примеров для меня я могу привести презентацию, которую мне прислал Белорусский исследовательский центр детской онкологии и гематологии Великолепно, очень профессионально выполнен обзор центра как базы клинических исследований, который 100% заинтересует компанию-спонсора То есть, что мы видим, то что крупные научные центры уже активно пользуются такими методами продвижения своих центров Ну и в принципе это рекомендуется для всех остальных центров тоже Так как основной язык клинических исследований английский, чем больше материалов на английском языке про центр будет в открытом доступе Тем, соответственно, более видимым он будет для компаний Например, интернет-страница сайта центра на английском языке с описанием основных характеристик центра Также контактной информации по клиническим исследованиям Играет совершенно такую же важную роль, как и бизнес-карта при личных встречах И как-то не банально звучит, но тем не менее активность в соцсетях тоже может сказать много о центре О его работе, функционале и возможностях Интересно, что анализ соцсетей показал, что такая сеть как LinkedIn на 277% более эффективна Для продвижения бизнеса, в том числе и клинических исследований, чем другие соцсети Помимо научных публикаций, центрам, занимающимся клиническими исследованиями И желающим повысить видимость центра в индустрии Стоит обратить внимание на платформы, посвященные клиническим исследованиям и фармацевтической индустрии Там вы можете, например, рассказать об особенностях проведения исследований в вашем конкретном регионе Очень большой аудитории В качестве примера хочу вам продемонстрировать одну работу Которую мы недавно провели в сотрудничестве с докторами института онкологии Минипетрова Артемом Николаевичем Полторадским и Кариной Ермандовной Хидишан То есть вот эта вот публикация, представляющая собой трехстороннюю дискуссию на тему тенденции в иммуно-онкологии Была опубликована в начале июня в британском онлайн-издании Фармафорум Ежегодная аудитория, которая составляет более миллиона читателей из фармацевтического сектора Соответственно, вот такое огромное количество специалистов в клинических исследованиях Сможет узнать не только о всех текущих федеральных онкологических программах в России Но также и о центре и представителях центра, выступивших в качестве локальных экспертов На момент подготовки данной презентации за неполные две недели публикация была просмотрена почти 900 раз Что является достаточно высоким показателем при средних цифрах в районе где-то тысячи-двух тысяч просмотров за два месяца Ну и, наконец, сотрудничество в форме сетей исследовательских центров Очень много таких сетей исследовательских центров в Соединенных Штатах Америки В Европе меньше, но тоже есть очень интересные организации, как, например, скандинавская сеть по исследованию ранней фазы в онкологии Охватывающая большое количество центров в скандинавских странах Такие структуры выглядят очень привлекательными для малых и средних компаний в особенности Так как для них это возможность охватить большое количество необходимых центров за максимально короткое время И с минимальными затратами времени и других ресурсов Также сети исследовательских центров зачастую формируются вокруг крупных научных академических центров Как, например, Институт Жюль Барде в Бельгии или Институт клинических исследований в Италии В России или в странах СНГ нам, к сожалению, по крайней мере, такие структуры неизвестны Но появление вот таких сетей исследовательских центров могло бы позитивно повлиять на приток клинических исследований Также многие контракты исследовательских организаций имеют свои внутренние сети центров, с которыми они работают на постоянной основе Варианты сотрудничества между центрами и СРО могут варьироваться от компании к компании Я вам сейчас расскажу, как мы работаем со своими центрами в Advanced Clinical Приведительно к теме презентации, в странах СНГ мы сотрудничаем с более чем 10 крупными научными и исследовательскими центрами Украины, Молдовы, Республики Беларусь Как раз во время подготовки данной презентации мы в процессе работы и подписали соглашение о сотрудничестве с Институтом онкологии Минипетрова Как правило, мы продвигаем центры из нашей сети как рекомендуемые центры первого уровня для наших клиентов Конечно, это не гарантирует, что компания-спонсор отберет все наши предложенные варианты Но тем не менее, это существенно повышает шанс центра получить данное исследование Как я ранее упоминал, многие из наших клиентов, будучи очень талантливыми учеными Тем не менее, не имеют обширного опыта проведения клинических исследований с участием онкологических пациентов Поэтому довольно часто мы также приглашаем исследователей с центром нашей сети Принять участие в обсуждении дизайна исследования, процедур, критерий включения непосредственно с компанией-спонсором И к тому же центр и исследователь, выступающий в роли эксперта, становится виден напрямую у компании-спонсору И нередко компания продолжает работать с данным центром и данным экспертом Даже если наша СРО и не выбирается для проведения этого исследования Ну и различные другие варианты сотрудничества, как, например, вариант совместных публикаций По типу той, что я демонстрировал ранее В целом, исследовательские центры очень позитивно оценивают работу с нашей компанией И, как вы можете видеть на этом графике, исследовательские центры оценивают работу с нами на 4,5 баллов из 5 Согласно опросу, который проводился в центрах с 2014 по 2019 год И в заключение презентации я хочу сказать, что очень важно для новых, особенно молодых центров Получить первые исследования и провести их достаточно качественно Потому что, по моему опыту, фармацевтические компании, после того, как они провели успешно клинические исследования В каком-то из своих центров они будут постоянно туда приходить, приходить вновь и вновь С новыми, с новыми исследованиями И, таким образом, сотрудничество будет продолжаться очень плодотворно, эффективно и многие годы На этом разрешите мне закончить мою презентацию Мои контактные данные вы видите сейчас на экране И, если есть какие-то вопросы, всегда буду рад на них ответить Большое спасибо за внимание Продолжение следует... Продолжение следует...